Ежедневная рубрика «Камчатка. День за днём» моего уютного видеодневничка продолжается. Сегодня шестой день января, и сегодня мы читаем газету «За высокие уловы», вышедшую в этот день в 62-м году века минувшего. Название «За высокие уловы» мало кому сейчас что говорит. Так раньше называлась газета «Рыбак Камчатки». Итак, в номере от 6-го дня января 62-го года века минувшего была опубликована маленькая заметка Иванова «Стихи о Камчатке», рассказывающая о творчестве и о новой книге камчатского поэта Ивана Хрюкина, более известного потом под псевдонимом Иван Корнев. Вот что пишет автор заметки. Я считаю, что половину можно оставить, половину как бы пустить на расход. С творчеством камчатского поэта Ивана Корнева, Хрюкина, наши моряки давно знакомы. Его стихи печатались в областных газетах, передавались по радио, а в 58-м году вышли сборником, озаглавленным из камчатской тетради. В новом году поэт порадовал нас новым сборником своих стихов «Не улетают лебеди с Камчатки». Название сборника символично, но оно именно и определяет его идею, особенно ярко выраженную в стихотворении «Лебеди не улетели». В нем есть такие строчки. «Они опять не улетели за перелетными на юг, а скоро долгие метели и слепота косматых в юг, закраины, ломая грудью, не бросят птицы озерцо. Они осели, словно люди, хоть им порою нелегко». Это замечательно, клянусь Богом. «А люди Камчатки, они полюбили этот суровый северный край с его коротким летом, снежными пургами, и несмотря на трудности северной жизни, будут жить на Камчатке, будут ее строить». Пишет автор заметки Иванов. «Но это не точно». О людях Камчатки И рассказывает поэт в своем сборнике Рассказывает тепло и задушевно. Пусть гремит непогодина Всем штормам вопреки. Окрыленные родиной в рейс идут рыбаки, На ветру громыхают шубы, Злой мороз раскаляет губы, А деревья гудят, как трубы, Это валят их лесорубы. Поэт очень наблюдателен. Он тонко подмечает некоторые особенности природы, Жизни на нашем полуострове, Один, казалось бы, незаметный штрих, И перед читателями возникает Образ человека Камчатки. Друзьям писал, что славно отдохнул, Гостил в Ельце, где с детства все знакомо. Когда ж камчатский ветер вновь вдохнул, Он улыбнулся, наконец-то, дома. И заканчивает Иванов свою заметку Таким коротким абзацем. Небольшая книжка стихов, Хороший новогодний подарок Поэта Ивана Корнева камчатцам. Прочти эту книжку, моряк, на досуге. Напоминаю, это был короткий, Ежедневный выпуск рубрики «Камчатка. День за днем», Посвященный шестому дню января.